У меня вопрос, кто никогда не учился играть на пианино? Кто? Саша, ты, да? Подойди сюда. Подойди сюда, Саша. Вот представьте себе, да? Человек никогда... А где у меня Алиса? Алиса здесь? Где-то была. Она ушла? Нету ее? Да мне не надо, Илья. Слава Богу. Вот смотрите, вот представьте себе, да? Вот я специально попросил, чтобы мы сделали здесь, ну, такой пианино, да? Звук пианино. И вот, Александр, подойди сюда, представь себе. Вот ты никогда не учился играть на пианино, да? Не, никогда. Никогда. Никогда, да? Вот, предположим, да? Вот мы все собрались, и ты решил нас всех, как бы, удивить музыкой, да? Например, да? И решил нам, ну, что-нибудь сыграть такое, чтобы вот душу нашу коснуться, да? Сейчас коснется. Сейчас коснется, да. Вот. Да я не сомневаюсь. Вот, вот сыграй нам секунд, сколько? Да нет, не пять, вы что? Давай секунд пятнадцать. Давай секунд, ну, пол, пол, вот что-нибудь такое, да? Слава Богу. В принципе, достаточно, да? То есть, ну, ты, наверное, вложился вот все, что мог. Слава Богу. Спасибо, да? Смотрите, я тоже, я тоже, спасибо, благодарим Саншу, да? Я тоже никогда, никогда не учился играть на пианино. Никогда. Но, поскольку я всегда был окружен музыкантами, мне вот показывали разные аккорды. И вот, например, я вот могу так вот. В принципе, ну, это вершина моего мастерства, я бы так сказал. Может быть, кого-то недостаточно, но... Да я могу что-нибудь такое. Слава Господу Иисусу Христу. Ну, и так без конца. Вот это... Слова меняются, да? Вот. Алис, можно тебя, да? Но моя младшая дочь, она начала заниматься... Сколько ей было, когда начала играть на 5 лет, да? Теперь тебе 16 лет, как я помню. Вот. Вы знаете, что у мужчин хорошая память, просто проблема в том, что у детей каждый год меняется возраст. Только запомнишь. Вот. И вот она, получается, уже 11 лет играла. Можно звук сделать? Андрей, сделай вот, чтобы в колонке. Да? Вот сыграй лишь нам что-нибудь. Да? Вот сыграй лишь нам что-нибудь. Ну, ты так как-нибудь сведи, потому что мы сейчас уже заслушаемся, да? Папа. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, смотрите, к чему было такое вступление, да? К чему было такое вступление? Вот. Если бы вы хотели прийти и просто вот послушать какой-то концерт, вы на что бы выступление пошли? На выступление Александра, выступление Виктора или бы Алисы? Ну, конечно, конечно, Алисы. Весь вопрос в том, что она что, умнее, чем я и Александр? Нет, не умнее, да? В чем разница? Разница в том, что Александр вообще никогда не занимался. Я что-то там пытался сам, там, трим-брим-брим, да? Она занимается 11 лет, да? И сейчас уже занимается в консерватории. Она занимается 11 лет, и у нее уже звучит не просто звуки, а звучит музыка. Так вот, драгоценные, вот мы отлично понимаем, что нет смысла, да? Нет смысла, не изучая, слушать человека, который никогда не учился ничему, да? Нет смысла. Да, он может быть очень талантливый. Может быть, у Александра просто там Рихтер внутри засел просто, или вместе с Калиберном, и сидят там вдвоем, да? Но не раскрылись эти гении в его жизни. Почему? Он никогда этому не учился. У меня похожая ситуация. Тоже никогда не учился. Поднаторел. Поднаторел общаясь, там что-то можно брим-брим-брим, брим-брим, брим-брим. И вроде бы как-то, то есть я на самом-то деле не умею, но вид какой-то могу создать, впечатлить иногда. Алиса училась. Вот когда мы говорим о том, что Слово Божие, можно подать мне Библию, да? Что Священное Писание, это в действительности, это определенная наука, которую мы с вами должны осваивать. Но какое бы потрясающее пианино не было бы, да, там какие-то вот эти... Стэнвэй, да? Вот, пол же можно купить, они стоят миллионы эти... Сегодня вы слышали, какие дорогие инструменты. Даже вот Наталья рассказывала в 90-е годы, что такое было в 90-е годы тысяча долларов. Вы же знаете, да? Какая это была сумма, когда у нас зарплата-то до 100, по-моему, долларов не доходили в то время, да? Вот, и вот иметь миллионный инструмент, да? Вот, потрясающе кажется, какой инструмент, столько в него вложил. Но вложить в освоение искусства исполнительского, ты ничего не сделал. И что? Красивый рояль, может быть, белый какой-нибудь стоит, да? Супер-пупер. Будет красивая музыка? Нет. Вы знаете, вот то, что Господь нам дал, Слово Божье, это на самом деле, мы об этом часто говорим, в этом сила Божья, да? Это величайшее орудие на этой земле, да? Словом Бог сотворил всю вселенную. Но важно уметь осваивать, постигать, изучать и учиться в жизнь воплощать те истины, которые в этом Слове Божьем изложены. Поэтому бывает, знаете, потрясающий рояль, а музыка тренди-бренди. Почему? Проблема в рояле? Нет. Или вот, скажем так, вариант типа меня, да? Который что-то там вот умеет, да, вот как бы, вроде бы умеет, но на самом-то деле ничего не умеет. Точно так же и мы вроде бы как-то прочитали. И знаем, сколько дней Иона был в очереве кита, там, и золотой стих Иоанна 3.16 выучили, да? И там в откровении, там, знаем, уже разные варианты. Что такое 666? Мы просто изучили все варианты. Сейчас следим, чтобы никто тут нам печать не поставил случайно. Незаметно, чтобы бдим, бодрствуем, да? Вот. Но в действительности драгоценные, этот человек точно так же ничего не знает. И поэтому в его жизни чего нет? Музыки. Но мы люди, мы так устроены. Мы чаще всего будем не себя винить, а что? Да, что-то непонятно, что-то написано как-то, не работает. Может, получше нужно рояль, там, церковь получше, там, проповедника получше. И многие верующие, вместо того, чтобы взять это Слово Божье и изучать в своей жизни, да? Вот. Они что? Бегают. Вместо того, чтобы самому меняться, ты пытаешься какие-то найти идеальные условия. И никаких идеальных условий на земле ты не находишь. Более того, вы знаете, апостол пишет, что у верующего человека должны быть чувства навыкам приучены. То есть, когда мы учимся играть на музыкальном инструменте, мы не просто осваиваем какую-то технику, мы не просто осваиваем какое-то мастерство, да, игры на инструменте. У нас также оттачивается музыкальный слух. Музыкальный слух. Вот, я думаю, это ни для кого не секрет, что у большинства пасторов, ну, как-то слабовато с музыкальным слухом. У меня есть друг, потрясающий пастор, вот, очень благословенный пастор. И мы как-то с ним были в Москве на большом христианском концерте. И мне он говорит, говорит, Виктор, ты как-то в музыке лучше понимаешь. Ну, потому что у меня там жена поет, дочь играет, можно сказать, музыкант. Вот я. Ну, по крайней мере, у меня такая репутация такого. Ну, такого полузна такая. Я вроде бы не как Саша, чтобы вообще никогда не играл. Ну, и играть-то на самом деле не умею. Но что-то вроде как бы понимаю. Вот. И он мне говорит так, говорит, Виктор, знаешь, что, говорит, я, говорит, вообще в музыке ничего не соображаю, говорит. Ты мне говори, какие номера удачны, чтобы я хлопал. Вот. И я буду, говорит, хлопать. И я так посмотрел вот все. И как бы в сравнении с ним, я типа ему вот тут как-то хорошо. Исполнило хорошо, да? Тут как-то вот не очень. Но в действительности даже я сам, когда мы иногда ходим на какие-то концерты или в оперный театр, да? И вот мы сидим, вот, и моя жена или дочь там бывает там. Они говорят, о, тут завысили. О, тут занизили. Я так сижу. И пытаюсь как бы вот услышать. Потому что я знаю, что, но если они говорят, там завысили. Пытаюсь вот как-то вслушаться. Где тут завысили? Конечно, эффект плацебо работает. Если жена сказала, завысили, я это что-то такое слышу. Вроде бы, да? Но если мне кто не скажет, что занизили, я и это услышу. Или вот, или вот бывает там, сидит Алиса и говорит, интонация тут нечистая. Вот он поет, интонация не совсем чистая. Я такой сижу, думаю. То есть я иногда слышу, когда нечисто. Но есть моменты, когда я вот никак понять не могу, да? Почему? Потому что есть вещи, которые формируются, которые оттачиваются. Оттачиваются. Если ты этим никогда не занимался, ты смотришь там на Алису и говорит, там что-то тут завышено, тут занижено. Ты думаешь, да ну, да не может быть. Да придумали. Я вот сейчас сам послушаю. Да нет, все нормально. Завышено точно, да? То есть, понимаете, мы не можем услышать то, что слышит музыкант. Вот этих всех оттенков. Точно так же духовный мир. Понимаете, люди убеждены, что да, глупо устраивать концерты, там, увесим все концерты, весь город афишами, да? Выступает Александр, пианист. Пианист Александр выступает, да? Смешно. Какой пианист? Он никогда не учился. Или там спортивные соревнования. Там по боксу. А человек никогда не занимался вообще боксом. Смешно. С какой стати? Но почему-то в плане духовной жизни тут есть такая иллюзия. Каждый считает себя специалистом. Да, в музыке я не понимаю. Да, может, спортом я не занимался. Но в духовном мире мы все знатоки, мы все специалисты. А в действительности драгоценное – это тоже такое же искусство. Поэтому я говорю, апостол пишет, чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Когда вот мы говорим часто на собраниях, как во время, в нашей жизни, через простые вещи, мы можем услышать голос Божий. Там бывает Илья рассказывает, какие-то проповедники, как в разных жизнях, на ситуациях Бог начинает говорить, да. И Бог говорит каждому. И ты думаешь, ничего себе, каждому. А в моей жизни столько всего происходит, но я не слышу голос Божий через ситуации, через обстоятельства моей жизни. Означает ли это, что Бог тебе не говорит? Вот всем говорит, пастор говорит, проповедникам говорит, тебя не любят. Не говорит с тобой вообще никогда. Говорит, конечно же. Просто что? У тебя чувства навыкам не приучены. Ты не можешь это различать. Не можешь эти вещи понимать. Казалось бы, ну что простое? Ну вот инструмент, вот клавиши, семь нот. Занимайся. А как этим нужно заниматься? Регулярно. Вот регулярно занимаешься изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Я у себя дома это каждый день слышу. Кто-то поет, репетирует, кто-то играет, репетирует. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. И вы знаете, когда я помню, Алиса только-только начинала, там много лет назад. Вот слышите, вот эти вот постоянные какие-то гаммы, сбивки, переигрывания, одно и то же, по несколько раз сидишь такой и думаешь, когда же это закончится? Сейчас, когда она репетирует, я сижу и прям как в концертном зале. Она репетирует, я сижу и просто думаю, вот бесплатный концерт у меня прям с утра, с 7 утра, бесплатно тут сижу, слушаю, наслаждаюсь. Нет, а в 7 она не играет, ну в 8 бывает играет, или тоже не играет в 8, в 9, в 9 она уже играет. Вот драгоценное точно так же и со священным писанием. Есть, казалось бы, хорошо нам известные вещи, и мы их отлично знаем, как вот пианино, да, вот стоит, и ты уже и пыль с него протирал, и ты знаешь бело-черные клавиши, и золотые там педальки внизу стоят, да? Но означает ли, что ты хорошо знаешь пианино, что ты умеешь на нем играть? Нет. Если ты прочитал Библию от корки и до корки, и даже некоторые места выучил наизусть, означает ли это, что ты воплощаешь Слово Божие в своей жизни, а? Нет, не означает. Можно протирать пыль из года в год, но так и не научиться играть. Можно читать эту книгу, но так ничего и не понять, не начать это практиковать в своей личной жизни. Я сегодня хочу взять одно место в Священное Писание, которое, знаете, вот сколько бы я о нем не проповедовал, мне кажется, оно не теряет своей актуальности, потому что это настолько жизненно, настолько практично. Давайте откроем Евангелие от Матфея, знаменитую Нагорную проповедь нашего Господа Иисуса Христа, шестую главу, и прочитаемся вместе с 25 стиха. Я, чтобы освежить немножко, прочитаю по современному переводу, современный перевод Российского Библейского Общества. Матфей 6, 25. Вот почему я говорю вам, Иисус обращается к своим ученикам, не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, а для тела одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц, не сеют они и не жнут, не сыпают зерно в закрома, но их кормит ваш небесный Отец. А разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? И об одежде что заботитесь? Посмотрите, как растут полевые лилии, не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Уж вас-то тем более, мало веры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. А ваш небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит. А все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог. Знаменитые слова драгоценные. Но вот я вам скажу, большинство христиан, тем не менее, переживают и заботятся. Заботятся и переживают. Поднимите руку, кто когда-нибудь видел заботящегося христианина. Поднимите руку. Все видели, да? Кто видел обеспокоенного христианина? Кто видел христианина в тревоге? Здесь Господь нам говорит о Царстве Божьем. Правда же? Но мы знаем, что есть огромное царство страха. Есть огромное царство забот. Есть огромное царство переживаний. Есть огромное царство всевозможных катаклизмов. И мы живем часто не в Царстве Бога, а вот в Царстве переживаний. В Царстве страха. И заметьте, в этом мире что-то постоянно происходит, что добавляет нам тревогу, добавляет нам заботу. Правда же? Что-то все время происходит. Что-то все время случается. Какие-то все время новости тревожные. То там какой-то коронавирус ходит. Да, думаешь, вот еще вообще такое вот тут жили, не тужили. Тут вот еще новая смертельная болезнь. И мы все боимся коронавирусов. Там уже в церквах освящение, святую воду продают, избавляющие от всякого коронавируса. Ну, религиозные деятели тут же бизнес налаживают на любой проблеме, вы знаете, да? Вот, какие-то сложности возникают все время, да? Вот, постоянно, постоянно что-то, да? То какие-то все время там самолеты падают, да? Вертолеты падают. Войны где-то начинаются все время. Где-то какая-то эскалация. Мы, такое ощущение, Бог делает все, что нам тут не было скучно. Все время что-то где-то происходит, тряслось там где-то, произошло. И мы сидим уже, переживаем. Мы сидим уже такими напуганными. И в таком состоянии, к сожалению, находится, ну, огромное количество верующих. И у нас есть священное писание, которое говорит, что мы можем в любое время хранить мир внутри. Но в нашей жизни это не происходит. Что? Писание плохое? Пианино неправильное? Как-то вот мы не так играем на нем, как мы чувствуем, мы могли бы. Мы хотим красиво играть. Но как-то у нас не получается. Или, может быть, мы так и не начинаем с вами практиковать каких-то важнейших вещей в нашей жизни. Нам кажется, если есть классная пианино, будет классная музыка. Если есть Слово Божье, все будет хорошо. Но мы не осваиваем этот инструмент в нашей жизни. Мы это не изучаем. Мы это не стремимся воплощать порой в нашей жизни. Поэтому у нас есть Слово Божье. У нас есть величайшие благословения. А мы бегаем, мы носимся. Мы полны тревог. Мы полны забот. Мы полны с вами страхов. И вы знаете, вот христиане еще так устроены, что вот порой мы то в одной крайности, через некоторое время оказываемся в другой крайности. То мы бегаем, суетимся, заботимся. Потом ба-бах-бабах проповедь. Не заботьтесь. Ты такой думаешь, да, через что же забочусь. Сидишь дома, ничего не делаешь. Тебе приходят, говорят, а как там? Да я не забочусь. Бог позаботится. А на работу ходишь? Да нет, не забочусь я. Бог позаботится. И ты то суетишься с вытарочными глазами, то какой-то странный сидишь, ничего не делаешь и думаешь, что Господь Бог за тебя должен все делать. Вы знаете, вот я же отлично понимаю, что, ну, что значит не заботе. У кого из вас есть дети? А кто из вас сегодня утром позаботился, чтобы накормить их завтраком? Поднимите две руки. Значит, вы позаботились? Надо было с вечера помолиться, чтобы Бог утром покормил их? Сестры, у кого из вас есть муж? Кто из вас озаботился, там может ему брюки подгладить или почистить? Что поднимать руки? Ты не заботилась. Да я все сделал. Сидит, позаботилась она. Нет, нет. Это другая тема, она печальная, но я не буду о ней сегодня. Сегодня у нас. Что же вы, драгоценные, заботились-то, а? А добыла вот как-то помолиться с вечера еще Господу, да? Что Бог, как-то просыпаешься, а вся такая одежда в шкафчике выглаженная, все разложено, рубашечки, футболочки. Брюки все в стопочку лежат, да? Слава Господу. Так тоже не работает. Возникает вопрос. И заботиться нельзя? И когда заботишься, как жить-то тут, как быть-то тут, да? И вот вы знаете, тут очень важный момент. Конечно же, Господь понимает, что пока мы живем на земле, да, ну, у нас есть определенная сфера ответственности жизненной. Но о чем здесь говорит Иисус? Знаете, вот я бы сравнил вот эти его слова с такой картиной, в которой я периодически сам лично оказываюсь, да? Кто-нибудь из вас когда-нибудь летал куда-нибудь на самолете? Ну, тоже почти что все летали, да? Вот мне по работе приходится довольно часто летать. Вот. И вот, предположим, вот сидишь ты в аэропорту, да? И заметьте, вот когда ты находишься в аэропорту, есть часть, которую ты должен сделать. А есть часть, которую делает авиакомпания. Правильно? И то, что должен сделать ты, авиакомпания за тебя делать не будет. Например, ты должен вовремя приехать в аэропорт. Если ты купил билет, это еще не означает, что все, теперь можешь не заботиться. Сиди дома с билетом. Славь Господа! Однажды ты окажешься в том городе, где написано в билете. Ты должен приехать в аэропорт, а? Авиакомпания озабочена тем, чтобы тебя доставить туда? Нет, да? Когда ты, положим, все, зашел в аэропорт, да? Есть разные компании, там, Аэрофлот, там, Севен, прочее, прочее. Ты должен выбрать, какая компания тебя везет, прийти к ним, сдать багаж свой, правда же? Потом, когда ты уже прошел все, там, проверки, ты сидишь, слушаешь, когда объявят посадку на твой, на твой рейс. Это чья забота? Твоя? Пойти на рейс. Или компания должна переживать? Твоя? Когда ты заходишь в самолет, когда ты заходишь в самолет, найти свое место согласно билету, кто должен? Ты? Да. То есть, понимаете, вот ты доходишь до места и садишься. То есть, есть часть, твоя часть. Но, вы знаете, порой мы переживаем за то, чего вообще нас не касается. Вот, например, сейчас зима, сел в самолет, сидишь, и сейчас вот, ну, зимой обычно, да, всегда обрабатывают крылья вот этим, жидкостью против обледенения, да, вот. И вот ты сидишь, смотришь в окошко, и там из шлангов поливают крылья, все эти подкрылки там поднимаются, опускаются там это. Ты сидишь и думаешь, важно, чтобы вода везде попала, чтобы ни один подкрылок сухим не остался, а то вдруг мы взлетим, а подкрылок не сработает. И у тебя тут же возникает в голове история всех последних авиакрушений. И вот в Сирии вроде там, или где, в Иране, да, самолет сбили. Так, думаешь, куда я лечу, не собьют ли нас? Ты начинаешь думать, да, вот, переживать. Вот. А подкрылки, хорошо ли их обработают, или еще что-то такое, да? И поскольку я довольно часто летаю, то я порой наблюдаю людей, которые не часто летают, или часто летают, но у них страх. И они также сидят, смотрят, или во время полета там, там, зона турбулентности, что они такое тряхнет, и ты такой, и они такие, а-а-а-а, сидят тут. Боятся, боятся, и переживают, и переживают. И хочется им сказать, что вообще по статистике самолет это самый безопасный вид транспорта. Намного опаснее, вот ты же в машину так не садишься, с таким страхом, да? Вот это, ай, такси, дайте мне что-нибудь успокоительно, я не могу ездить в такси. Нет, люди садятся в такси, хотя в такси попасть в аварию намного проще, в том числе в тяжелую аварию, чем на самолете. На самолете мы боимся, а как-то такси как-то садимся и особо ничего не переживаем. Так вот, драгоценное, когда Бог нам дает эту заповедь, не заботьтесь ни о чем, когда Он нас учит, Он не имеет в виду, что теперь мы должны сидеть, сложив ручки. У каждого из нас есть своя сфера, своя зона ответственности, и мы призваны ей заниматься и делать это хорошо. Но всегда мы, вот в том, что мы делаем, сталкиваемся с тем, что уже от нас не зависит. И вот тут Бог говорит, успокойся, потому что Я держу всю вселенную в своих руках. И вот поймите, научиться останавливаться там, где нужно – это часто такое великое искусство. Делать то, что должен, и не переживать о том, чего ты не должен. Потому что у нас в жизни происходит часто полностью по-другому. Вот там, где мы что-то можем и должны сделать, мы часто ничего не делаем. А там, где что-то от нас уже не зависит ничего, вот там мы любим подумать и попереживать. Например, вот, ну, от нас не зависит, вот недавно было, да, очередной шум. Пожары в Австралии, пожары в Австралии все. Пожары в Австралии, пожары в Австралии, пожары в Австралии. Переживаем, бегаем, суетимся. У себя в социальных сетях перепощиваем фотки с коалами, как им тяжело. И при этом вопрос, а у многих из вас дома есть баллон для тушения пожара у многих? Вот поднимите руку, у кого есть. Вот у нас дома есть, да, несколько рук. Что, дальше будете о коалах переживать? Я к чему это говорю? Скажешь, Виктор, а-а-а-а, пожары это на самом деле что-то страшное. Мы можем купить баллон для тушения пожара, поставить дома, научиться. Мы даже в церкви проводим периодические учения, как ими пользоваться, потому что хорошо купить этот баллон, но еще надо же как-то включить. Вот. Мы это часто не делаем. Но мы с удовольствием поговорим вот о пожарах в Австралии и о том, как там надо тушить, и как там австралийским властям надо вот заняться, как-то вот по-серьезному. И начинаем, а там уже какие-то интриги, почему горит Австралия, там уже какие-то начинаются всякие конспирологические теории, и мы с удовольствием в них включаемся. То есть, драгоценные, мы часто занимаемся то, что нас особо не касается, может быть, или, по крайней мере, то, от чего нас не зависит. Знаете, это все равно, что вот сидеть вот в грязной квартире и ругать власти Екатеринбурга, почему у нас в городе так грязно. А у нас на самом деле, как весна или осень, такая грязь в городе бывает, правда же, да? И вот мы, как вот так вот грязновато вот у нас, вот в Тюмени не так грязно. А у нас как-то грязно, грязновато у нас в городе, да? Ты сидишь в грязной квартире, где ничего не прибрано, но при этом ты знаешь, как мэр должен заняться порядком в городе. Почему у нас грязно? Да потому что такие все, как ты. Мы сидим, мы так вот живем, мы не делаем то, что от нас зависит, но мы с удовольствием переживаем и заботимся о том, чего нас совершенно не касается. И вот посмотрите, все Слово Божье, оно учит нас. Делай то, чего от тебя зависит. Исполняй то, за что ты отвечаешь. А во всем остальном уповай на Господа. Потому что, в принципе, вся Библия, все Слово Божье говорит лишь об одном. Бог держит все в своей руке. Вот о чем это говорит. Когда Израиль шел через пустыню, 40 лет Бог их питал. О чем это говорит? Бог держит все в своей руке. Когда Черное море было на их пути, а сзади догоняли египтяне, израильтян. Ситуация о чем говорит? Бог держит все в своей руке. И народ израильский прошел через Черное море. Когда у вдовы из Сарепты Сидонской нечего было кушать, и Бог накормил их. О чем это говорит? Бог держит все в своей руке. То есть Бог занимается всем. Он держит все в своей руке. Сегодня вы слышали прекрасное свидетельство, и Наталья рассказывала, что в действительности все в руках Божьих. И когда мы со своей стороны исполняем Библию, то есть в тяжелое время не ожесточаем сердце, остаемся щедрыми, остаемся даятелями, делаем то, что мы можем, то Бог благословляет нас. У нас точно так же с Дианой в жизни было столько разных ситуаций, когда, ну, казалось бы, вот наши возможности кончаются, но мы делали то, что от нас зависит, и просто уповали на Господа. Когда мы строили свой дом, вы знаете, я не знал, как это, потому что казалось, что те суммы, на которые я рассчитывал, они были намного меньше, чем то, что оказалось в реальности. Так обычно всегда и бывает. И когда эти суммы оказались больше, чем то, на что мы рассчитывали, казалось, о, о, надо паниковать, надо как-то... Нет, просто я знал, Господи, вот я буду делать то, что я могу, то, что от меня зависит. И не буду нервничать, не буду переживать. Вы знаете, Бог сделал чудо. У нас во время строительства нашего дома люди из других городов, из других стран связывались со мной, говорят, пастор, у нас сердце помочь, благословить тебе. Хотя я не говорил об этом, что мы строим дом. И нас вот в этот период стали приходить такие суммы, что я, знаете, я такой подумал, вот это ничего себе. Я такой думаю, вот пока все уходит на дом, но закончу строить дом, заживу, думаю. Закончил строить дом, и суммы закончились. Это было просто удивительно. Вот эти люди, которые хотели благословить, их словно не стало. Бог заботится о тебе. Я помню, когда мы переехали, и там такая была, там, где мы живем, там нет транспорта, и возник вопрос о машине для моей супруги, и тоже там не было денег вообще, я там все собрал, там даже на четверть машины не хватило. Мы там договорились, и в течение, и люди сказали, Виктор, мы тебе поможем, и дали мне рассрочку большую, да. И в этот момент Бог словно открыл окна небесные, и то, что я думал, я буду рассчитываться несколько лет, я рассчитался в течение одного месяца. Одного месяца. И когда такие суммы приходят, думаешь, вау, вау. Но когда только мы рассчитались, словно все закрылось, и эти благословения, которые приходили, они перестали приходить. Словно, знаете, вот Бог как будто, когда вот необходимо, что-то тебе дает, а потом, когда кончается нужда, все это прекращается. И много-много-много раз, вы знаете, вот у Бога все так устроено, нам почему-то все равно кажется, что Бог, он что-то не досмотрит. Бог все досматривает, и Бог говорит, драгоценные. Ну вот, как вам объяснить? Помните, он говорит, посмотрите на птиц. Вот посмотрите на птиц. Не так давно, помните, я вам рассказывал про стрижей. Помните, да? Вот можно картинку стрижа? Вот одну из картинок стрижа. Вот, казалось бы, такая птичка. Я вам рассказывал, что стрижи, они практически всю свою жизнь в полете проводят. Помните, да? Всю жизнь проводят в полете. Есть виды стрижей, которые, знаете, они в сутки летают 20 часов. Они даже спят в полете. Мне говорят, что он там кушает, любовью занимается. Все в полете. Все в движении. Вот скоро мы с такими станем тоже, неостановимыми какими-то, да? И вот они вот летают. И что интересно, знаете, вот пара стрижей за лето, знаете, сколько съедает насекомых? Я был удивлен, когда прочитал цифры. До полумиллиона насекомых съедает пара стрижей. То есть две пары стрижей, миллион насекомых, большая часть из которых кровососущие. Ну, то есть твои любимые, слепни, комары, вот эти оводы, вот эти все. Это все съедают стрижи. Вот представьте себе, да? Вот стриж летал, и думает, так, полмиллиона за лето я должен где-то найти. Полмиллиона за лето. Но он знает, что Бог о нем позаботится. Летает и веселится. Еще одну картинку. Кукушка. Можно показать кукушку? Кукушка. Вот смотрите, кукушка. Вот очень интересно, кто из вас знает, что кукушки не высиживают своих птенцов? Что они делают с яйцами? Кто помнит? Чужие гнезда, да? И поэтому для нас кукушка это символ чего? Чего символ? Безответственности. Даже вот, говорит, мать кукушка. О, пошла. Не заботится о детях своих, да? В действительности это все хитроумный Божий план. Почему? Потому что, оказывается, кукушки питаются такими гусеницами, которые очень ядовиты. Они едят таких гусениц, которых практически другие птицы не едят. И у них в организме есть специальные вещества, которые это все, этих гусениц перерабатывают. Но если эту гусеницу скушает маленький кукушонок, он может отравиться и умереть. Поэтому, чтобы не травить собственных детей, увидели ту же самую вещь с другой стороны, а? Поймите, Бог позаботился. Он создал птиц, которые бы ели самых ядовитых, видите, у него, это гусеница, самых ядовитых гусениц, чтобы они ели, Бог создал. Но при этом сделал так, чтобы для маленьких птенцов, чтобы для маленьких птенцов кукушат. Это не была проблемой. Так все сделал. Вложил в голову им, что, как бы ты ни хотела, кукушка, не высиживай своих детей. И в этом даже Божья рука. Бог заботится и о кукушках, и о стрижах. Можно еще лилию показать, да? Дальше Иисус говорит, смотрите, смотрите на лилии, да? Какой прекрасный, прекрасный цветок. Лилия – один из самых красивых цветков. И что интересно, есть виды лилии, которые цветут всего один день. Вот один день. Вот эта красота является. И все. И Бог об этом заботится. То есть вот, когда чувства навыкам приучены, ты смотришь на птиц, на кукушек, на стрижей, на цветы. И все творение тебе говорит, что Создатель держит все в своей руке. Какое в этом послание? Не заботься. Это не означает, что стриж не должен теперь летать. Сижу там где-нибудь, прицепился к стене, пускай полмиллиона ко мне залетают. Нет, он летает. Но Бог помогает ему. Каждый из нас призван к чему-то, что мы должны делать со своей стороны. обо всем остальном позаботиться, позаботится Господь. И часто мы люди, вроде бы такие, знаешь, вещи очень простые. но ты можешь либо освоить это искусство, жить в уповании на Бога, либо твоя жизнь будет отдельно от твоей веры. То есть, ты будешь приходить сюда, будешь слушать проповеди, о том, как не заботиться, о том, как возлагать все свои нужды на Господа. Потом будешь возвращаться домой и жить в заботе, в страхе и во всевозможных переживаниях. То, что нам Иисус сказал, мы должны практиковать снова и снова, снова и снова в своей жизни. И вот вы знаете, и когда мы живем в таком стиле, то мы можем хранить мир в любой ситуации. Вот моя семья знает, что вот есть многие вопросы, которые там предстоят нам, да? То есть, что, что могу, я всегда стараюсь сделать, но есть вещи, которые я не знаю. Есть вещи, которые я не понимаю, как это сделать. Но я уверен, когда мне это понадобится, Бог поможет. И я отказываюсь в своей жизни жить переживаниями, страхами, какими-то, ой, что будет? А, там это, а коронавирус еще тут какой-то ходит. А, тут вот там леса горят, все время что-то, и люди вот живут, и у них... А все современные средства массовой информации, это же, ну, какая информация? Вы должны понимать, это никакие не средства массовой информации. О чем вас информируют? Это средства массовой манипуляции. Они созданы для того, чтобы манипулировать нашими мозгами, чтобы направлять нас, втелять в нас ужас, какие-то там эти... Есть люди, которые используют эти механизмы. И печально, что мы верующие этому подвержены. Вместо того, чтобы в действительности учиться практиковать слова Иисуса Христа в своей жизни, да? Смотрим на птиц, смотрим на цветы, на лилии, там, на стрижей, думаешь, Господь, все в твоей руке. Вместо этого мы часто не делаем то, что должны, и то, что можем. И живем в страхе о том, на что часто практически не можем повлиять. Отсюда всякие стрессы, всевозможные болезни, нервозность, плохое настроение. Мы приходим в церковь, и вместо того, чтобы искать Божьего лица и его переживать, вся наша молитвенная жизнь только заключается в изложении своих нужд и проблем, и страхов. Мы их не можем словно выговорить, мы их выговариваем, мы выговариваем. Такое чувство, что Бог не в курсе, Бог не знает. Да поймите, Бог знает, Бог в курсе. Бог желает, чтобы ты понял, если он о лилии заботится, о маленькой птичке заботится, он будет точно так же заботиться о тебе. То, что Бог заботится о тебе, не значит, что теперь ты должен сидеть дома, ничего не делать. Как вот есть такие люди, псевдодуховные, которые ничего не делают и свою лень оправдывают тем, что Бог за них все будет делать. В Слове Божьем, с одной стороны, написано, не заботься, с другой стороны, есть много мест, где Библия говорит, Бог не благословляет ленивых людей. Лень, это путь в никуда, Бог не благословляет ленивых людей. То есть, мы должны, с одной стороны, трудиться и делать все, что мы можем, с другой стороны, не переживать, не нервничать и не заботиться о том, чего нас порой не касается, на что мы порой не можем, не можем повлиять. Вот почему это очень правильно, когда мы не проводим все время там, слушая всевозможные новости, наполняясь какой-то всевозможной тревожной информацией. Мы живем во всем этом, и мы не уделяем время тому, чтобы просто посмотреть на Божье творение, посмотреть на птиц, посмотреть на цветы, просто побыть в Божьем присутствии, почувствовать вот эту гармонию Божьего, Бога. У нас порой на это нету ни времени, ни сил, ни желания, но мы с удовольствием слушаем всякую тревожную информацию, передаем ее друг другу, раздуваем ее до неимоверных размеров, а потом сами мучаемся в страхах, в бедах и в тревогах. Мы приходим в церковь, и пастор снова читает слова Христа, не заботьтесь ни о чем. И мы сидим и думаем, ну да, хорошо говорить, а жить-то как? Трудно сегодня, такое тяжелое время, постоянные какие-то негативные новости, куча негативной информации, и мы живем этими вещами, да, так и не научившись играть на том рояле, который нам Господь дает, так и не освоив тот инструмент, который реально может дать нам жизнь, которая характеризуется, всегда радуйтесь, возложите все нужды ваши на Него, ибо Он печется о вас. Давайте вот сейчас закроем глаза и склоним головы. Я хотел бы, чтобы вот вы посмотрели сейчас на вашу жизнь, вот на то, что сейчас происходит, может быть, в вашей семье, или у вас на работе, вы знаете, молитва часто это не просто что-то Богу говорить, молитва часто вникать в себя и слушать, что Он тебе говорит. И вот подумайте, вот в вашей жизненной ситуации, в тех трудностях или проблемах, с которыми вы сейчас работаете, делаете ли вы все, что можете? Если вы так переживаете о чистых улицах, чистая ли ваша квартира? делаете ли вы со своей стороны все, что можете? И если нет, то не нужно оправдывать это тем, что вы не заботитесь. Тут дело не в заботах, тут дело в лени. Нам часто приятно говорить, что мы не заботимся, просто потому, что мы ленивые и мы не делаем то, что можем. То, что от нас зависит и находится в нашей власти. Авиакомпания не ответственна за то, чтобы ты зашел в самолет и занял свое место. Это твоя часть. Чтобы ты сдал свой багаж, чтобы ты прошел осмотр, это твоя часть. Ты не можешь летать. Ты не можешь за два часа оказаться из нашего города в Москве своими силами. Не можешь. Это тебе обеспечивает авиакомпания, но там есть и твоя часть. Вовремя приехать, пройти осмотр, занять свое место в салоне самолета. То, что от тебя зависит. Есть другая часть, которой занимается авиакомпания. Перевести тебя, чтобы все подкрылки работали, чтобы самолет вовремя долетел. И вот точно так же в наших отношениях с Господом есть наша часть, которой мы призваны, и которую Бог за нас делать не собирается и не будет. Это наша часть. И об этом не надо молиться, чтобы Бог это сделал. Это ты должен сделать. А есть часть, которая от нас не зависит. И вот тут тревожиться не надо. Тут есть кому потревожиться о нашей жизни. И именно тут и проявляется наша вера, насколько мы доверяем Богу, доверяем Ему. Всемогущий Господь, я благодарен тебе за твое слово. И я молю мой Бог, чтобы то, что ты сказал нам в своей Нагорной проповеди, в тех стихах, которые мы сегодня читали, чтобы мы Боже постигали, осваивали это искусство жизни без нервозности, жизни без страха, жизни без озабоченности. научи научи нас Господь видеть грань между тем, что зависит от нас и тем, что зависит от тебя, и заниматься своей сферой, уповая на тебя, что то, что зависит от тебя, ты совершишь и исполнишь. укрепи Господь нашу веру, укрепи наше упование, Боже, благослови, покажи, Господь, что мы еще должны сделать, а не сделали, к чему ты нас призываешь, что ты нас побуждаешь сделать, Господь, чтобы мы не были просто ленивыми людьми, которые за вывеской веры просто скрывают свою лень. Ты создал нас, Божий, и призвал, и дал силы, дал разум исполнять все, что от нас зависит. а во всем остальном, что не зависит от нас, на что мы не можем повлиять, ты призвал нас уповать на тебя, потому что ты заботишься. И я молю, мой Бог, чтобы это простое слово из Нагорной проповеди было нами выучено, стало нашей практикой, нашим опытом, нашей жизнью. мы хотим действительно жить в мире, в этом беспокойном, хранить мир в наше беспокойное время, радоваться, когда так многие полны страха, уповать на тебя, Господь, потому что если мы стремимся к твоему царству исполнять то, что мы должны, то ты позаботишься обо всем остальном, мы верим в это, ты позаботишься обо всем остальном, спасибо тебе, Господь. И я молю, мой Бог, сейчас за каждого человека, у кого в сердце может быть страх, или какие-то сильные переживания, или тревога, Господь, коснись этого человека здесь, сейчас. Я молю, мой Бог, покажи ему то, что он должен сделать в этой ситуации. А во всем остальном убовать на тебя довольно для каждого дня своей заботы. Придет время, и ты явишь свою славу, Господь. Если мы делаем со своей стороны все возможное, нам не нужно тревожиться, мы просто можем радоваться и хранить мир, что бы ни происходило вокруг. Потому что если ты заботишься даже о маленькой птичке, если ты заботишься даже об однодневном цветке, ты, конечно же, заботишься о нас, о твоих детях. Я молю, мой Бог, уже работы в нашем сердце, мои месоса. 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 Я особенно, Господь, молю, коснись тех людей, которые в последние дни переживали страх внутри. Панику. Коснись их, Дух Святой, прямо сейчас. Коснись их особенно. Учи нас. Смотря на мир вокруг, видеть, что везде Твоя рука. И если Ты заботишься о всей вселенной, о чем нам тревожиться? Когда мы делаем все, что должны, Господь, мы можем просто радоваться и уповать на Твою силу, Твое могущество, Твою благость, Твою милость и Твою щедрость. Слава да будет Тебе, Господь!